Я приглашаю на сцену Эдуарда Викторовича Бомынина. Добрый день, дорогие друзья, студенты. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о вещах, которые 50 лет назад казались фантастикой, сейчас реальность, а что будет еще через 50 лет, мы себе даже представить не можем. Итак, наверное, вы все из присутствующих болели и, возможно, не раз была температура, кашляли, но эти болезни вызваны были инфекционными агентами, бактериями, вирусами. И удалив этот инфекционный агент, мы, соответственно, выздоравливаем. Это внешние враги. А еще есть болезни внутренние. Это наследственные болезни, которые вызваны мутациями генов. Здесь на слайде всего лишь я привел два заболевания, которые, ну, их на самом деле значительно больше. Одно из них синдром Тея-Сакса связан с нарушением липидного обмена. В результате ребенок отстает в развитии, теряет подвижность и, в конце концов, погибает. Другое заболевание, синдром Гурлера, приводит к тому, что ребенок доживает до боли взрослого состояния. Но, к сожалению, как вы видите, это очень серьезные изменения в морфологии тела, уродства и отставания в умственном развитии. И исправить это невозможно. То есть вылечить данные заболевания на сегодняшний день вот так вот с легкостью, конечно, нельзя. Но, тем не менее, мы к этому стремимся. И я сегодня расскажу, как сделать так, чтобы это вылечить. Небольшая информация, которая необходима для понимания того, что я сейчас рассказываю. Значит, наша наследственность заключена в молекуле ДНК. ДНК – это такая последовательность нуклеотидов, как текст, написанный в книге. В книге мы читаем буквы, а здесь эти буквы в виде нуклеотидов также в линейной последовательности присутствуют. И отдельными словами на этом тексте являются гены. То есть ген, слово, ген, слово. Что же, какая информация содержится в гене? В гене содержится информация о белке. Белки – это структуры, которые в нашем теле выполняют все, что угодно. То есть они могут синтезировать пигмент, они могут выполнять роль структурного материала, они могут уничтожать ненужные части нашего тела. То есть все реакции, которые происходят в нашем теле, обеспечиваются белками. И если произойдет мутация в этом тексте, в тексте ДНК, то, соответственно, эта мутация выразится в виде неправильного белка. Отсутствие белка будет далее уже приводить к наследственному заболеванию. На самом деле не все наследственные заболевания, которые присутствуют у нас в ДНК, они тут же проявляются у нас во внешних признаках. Потому что у нас присутствуют две копии каждого гена. Это природа придумала специально, чтобы если одна из копий гена сломается, то как бы вторая возьмет на себя функцию синтеза нормального белка, и мы не будем видеть этой мутации. По разным подсчетам у нас в генотипе содержится от одного до трех мутаций у каждого человека, которые просто никак не проявляются в нашем внешнем облике. Но если вдруг люди с одинаковой мутацией, находящиеся в таком гетерозиготном состоянии, вступят в брак, то в результате у них могут появиться дети, которые не несут мутантного гена, дети, которые несут мутантный ген, но у них не проявляется в фенотипе, и появится 1 четвертая часть детей, у которых оба гена будут нарушены. А это означает, что у данных детей появится то самое наследственное заболевание. И естественно, хотя я и сказал, что наследственные заболевания не лечатся, но они не лечились до определенного момента, и это всегда приводило к гибели таких детей. Так вот, что же делать, как нам исправить ген? Ведь, казалось бы, чего проще, взять ген, заменить на нормальный, и все у нас в фенотипе будет нормально. Помогли решить эту проблему как раз бактерии и вирусы. Те самые бактерии и вирусы, которые, с одной стороны, у нас вызывают заболевания, но в то же время они могут помочь нам лечить. Так, например, было обнаружено, что у бактерий, помимо их хромосомы, которая обеспечивает их генетический материал, есть маленькие молекулы ДНК, кольцевые, которые несут на себе не очень много генов и могут существовать как самостоятельные единицы. Их число может увеличиваться. И самое в некоторых случаях даже ужасное, то, что эти плазмиды могут обмениваться между бактериями. То есть одна бактерия может передать эту плазмиду другой бактерии. И вот здесь как раз показано, на этой генетической карте плазмиды показано, что есть гены устойчивости к антибиотикам, то есть к лекарственным препаратам. И вот когда бактерия, несущая такую плазмиду, мы ее хотим убить лекарственным препаратом, а она устойчива благодаря этой плазмиде. И более того, она эту плазмиду передаст другой бактерии, которая может быть даже более патогенная, но в результате она приобретет устойчивость, и мы ничего не сможем с ней сделать. То есть с одной стороны, как бы это для нас проблема, но то, что плазмиды могут переноситься, дает нам возможность перемещать генетический материал из одной клетки в другую. На этой карте вы можете также заметить вот такие вот обозначения непонятные. Вот я сейчас объясню, что это такое. Это точки, в которых можно разрезать плазмиду благодаря тем же самым бактериальным ферментам. Есть такой белок рестриктазы, это целая группа белков рестриктаз, которые узнают определенные последовательности на ДНК. И далее в этой точке разрезают исходное ДНК, белок присоединяется к этой ДНК, разрезает ее, и возникает два конца этой молекулы. Если у нас кольцевая молекула ДНК на плазмиде, то разрезав ее, эта кольцевая ДНК становится линейной. Далее, если взять и разрезать несколько молекул ДНК одной и той же рестриктазой, то возникнут липкие концы. На этой ДНК возникнут липкие концы, которые... Вот эта выступающая часть, она как бы прилипает к другой выступающей части на другой ДНК. Таким образом, разрезав плазмиду и вырезав нужный нам ген, мы можем присоединить этот ген к плазмиде, на которой этот ген находится. Для чего это нужно? Дело в том, что если мы возьмем отдельный ген, он сам существовать не может. Он должен существовать в какой-то системе. А для того, чтобы увеличить его количество, чтобы достичь терапевтического объема, нам необходимо его амплифицировать, умножить в большом количестве. И вот как раз бактерии дают нам возможность наработать этот ген у себя внутри. Мы делаем следующее. Мы берем из клетки, вырезаем этот ген, ген вырезаем той самой рестриктазой, которая дает нам вот эти липкие концы. Разрезаем плазмиду точно так же, смешиваем это все. Ген оказывается на данной плазмиде. Потом эту плазмиду вводим в бактерию, и бактерия будет производить тот ген, который мы хотим. На сегодняшний день используются такие методы не только для того, чтобы набрать какое-то количество гена. Некоторые гены, некоторые белки у нас необходимы для нашего нормального состояния. Например, тот же самый инсулин. И для того, чтобы получить инсулин, раньше просто забивали скот и из убитых животных выделяли инсулин, делали из него лекарства, и, соответственно, мы им пользовались. И он помогал диабетикам. Так вот, можно поступить значительно проще. Взять ген инсулина, поместить в бактерию, и уже бактерия будет производить инсулин. И не нужно здесь, так скажем, животных мы все равно убиваем в свою пищу, но, тем не менее, мы можем производить значительно больше инсулина, чем могли делать до этого. И сейчас, на сегодняшний день, действительно, есть лекарства, которые получены таким вот генетическим методом, производятся бактериями, но на самом деле это белки нашего организма. Но это возможность добавить белок в наш организм. А можно ли взять и добавить ген в наш организм? То есть, сделать так, чтобы в нашем организме появился ген, и он сам будет производить необходимый нам белок. Да, действительно, возможно. Данное направление в медицине получило название генной терапии. То есть, лечение с помощью генами. Гены можно вводить двумя путями. Первый путь – это непосредственно вводить ДНК в наш организм. Но проблема в том, что данная ДНК через некоторое время просто будет разрушаться, и терапевтический эффект будет исчезать. Вторая ситуация. Мы берем клетки нашего тела, выделяем их, выбираем стволовые клетки, то есть клетки, которые могут продолжительное, долгое время делиться, и при этом превращаться в любые клетки нашего организма. Соответственно, беря эти клетки из нашего же собственного организма, мы вводим в них генетическую конструкцию. Потом эти клетки снова вводим в наш организм, и эти клетки, уже несущие данную генетическую конструкцию, найдут себе место в нашем организме, и далее будут дифференцироваться и производить нужный нам белок. Здесь, конечно, показано то, что вводится простая ДНК. На самом деле, вот здесь следует сказать, что просто так ДНК в наши клетки не входит. Для того, чтобы эта ДНК входила в наши клетки, необходим некий, назовем его так, челнок, который будет нести эту ДНК, проникнет через мембрану нашей клетки, и затем донесет этот ген к нам в ядро. Есть несколько способов доставки. Можно непосредственно впрыскивать ДНК в ядро. Вот здесь клетка прикрепляется с помощью пипетки, и затем пипетка всасывает воздух и, соответственно, присасывает к себе отдельную клеточку. Затем берется микропипетка, которая тоньше, чем клетка, прокалывается наружная мембрана, далее можно проколоть ядро и непосредственно в ядро ввести эту ДНК. Такой способ тоже делается. Далее, электропорация. Клетки вводят в электрическое поле, то есть обрабатывают электричеством, их мембрана становится более проницаемой, и ДНК легче входит в эти клетки. Также возможно использование наночастиц, на которых закреплена эта ДНК. Вот здесь показана частица золота. Ну, частица золота, она является инертной и в нашем организме, в общем-то, не вызовет каких-то побочных химических реакций. К ней крепится ДНК, а затем с помощью генной пушки, вот эта вот генная пушка, эти наночастицы выстреливаются в клетку, они на скорости пробивают мембрану, могут попадать в ядро, и уже там останавливаясь, эта ДНК далее может использоваться самой клеткой. Но наиболее удобными векторами для этой цели оказались вирусы, потому что вирусы исходно нацелены на то, чтобы проникать в клетку. Вирусы – это внутриклеточные паразиты, и у них есть механизмы для того, чтобы проникать в нашу клетку и затем, конечно же, убивать ее. При этом клетка успевает производить большое количество других вирусных частиц, и затем они продолжают свой смертельный путь. Но благодаря свойству вирусов именно проникать в клетку, это свойство мы можем теперь использовать. Дорогий Викторович, есть предложение, поскольку тема очень сложная. Мне бы хотелось, чтобы они сказали, что они поняли, а вы подкорректируете, правильно ли это было понято, и все ли было понято. Так, пожалуйста. У меня есть вопрос. Вы же говорили, что наши гены из чего-то состоят, как и вирусы. Может, как раз-таки этот ген, из-за которого он легко попадает в оболочку, может, его просто забрать из него, то есть вытащить этот механизм, и вставить в другую клетку, которая нам как раз-таки нужна? Я как раз сейчас это хотел объяснить. К этому, ага, ясно, так. Значит, понято все правильно, да? Да, то есть ход мысли у них идет в правильном направлении, да. Так, хорошо. Так, еще какие есть здесь? Так, вот, пожалуйста, вот рядом с вами. Вот. Вы еще говорили то, что эти механизмы, они не только, они, у них два варианта, нести вред и еще, и пользу. А если у них есть там механизм, тот, который отвечает за то, что они несут, и из этого механизма убрать зло, то, которое они несут к организму. Да, 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 да. Так, дальше. Как можно вытащить из вируса специальную вещь, чтобы ДНК могла переместиться в ядро? Это риторический вопрос, но ответа не требует. Нет, я на самом деле сейчас расскажу. Мы пока вопросы не задаем, мы говорим о том, как вы это поняли. Так, возможно, ген перемещать в другую клетку, например, при помощи микроинъекции, либо при помощи пушки. Это вводится в ядро, а ядро – это наследник, переносчик наследной информации. Так, спасибо. И еще один вариант ответа. Что вы поняли? Я понял то, что если вирус несет вред, можно там вот эти вот кольца сделать и поменять информацию. Поближе микрофон. Поменять информацию внутри их, а потом внести вирус, но он уже несет не вред, а пользу. Спасибо, спасибо. Садись. Вы меня как раз подвели к тому, чтобы я как раз об этом и рассказал. То есть понято правильно, да? Да, да, да. Смотрите, во-первых, у вируса есть белки, которые заставляют их прикрепляться к нашей клетке и впрыскивать туда свой генетический материал. Следовательно, те белки, которые позволяют вирусам прикрепляться, они должны остаться. А вот именно патогенные гены нужно убрать, чтобы данный вирус не вызвал заболевание. Собственно, это и делается. То есть, во-первых, есть гены, которые отвечают за удвоение вирусной ДНК. Далее, есть гены, которые отвечают за синтез капсулы, в которой эта ДНК собирается. Также гены, отвечающие за проникновение внутрь. И есть гены, вызывающие, собственно, патогенность. Вот как раз эти гены нужно убрать, что, собственно, и делается. Остаются только гены удвоения, размножения вирусов и создания этих капсул. А далее вводится ген, который нам нужен. Он смешивается с этими вирусными частицами, обезвреженными вирусными частицами. И эти вирусные частицы встраивают его в свои капсулы. И мы дальше имеем уже, как таблетки, в этих капсулах находится тот самый ген, который нам нужен. Но поскольку вирус, мы оставили гены проникновения внутрь, вирус выполняет свою программу. Он приближается к клетке, проникает в нее, дальше проникает в ядро и впрыскивает ДНК, которая, по его мнению, должна приносить патогенность, а на самом деле в итоге оказывает терапевтический эффект. С помощью этого метода, с помощью метода генной терапии, впервые удачный вариант лечения одного из наследственных заболеваний, связанный, по сути, с иммунодефицитом, когда клетки не могут противостоять другим инфекционным заболеваниям. Вот в 1990 году была введена конструкция этой индийской девочки, и это позволило ей дожить до взрослого состояния. И, в общем-то, со временем даже количество этих вливаний генов снизилось. Дело в том, что поскольку данные клетки, ее стволовые клетки вводили, но они не всегда встраивались и постепенно погибали, они за тот период, пока они жили, они производили нужный белок, но потом они все-таки погибали. И поэтому нужно было периодически обновлять содержание этих генов. Вот это тот недостаток, который есть в случае генной терапии. На самом деле мы не исправляем наш геном. Наш геном при этом остается опять же с этой мутацией. Мы, по сути, вводим недостающий ген. Этот ген, вот еще один такой момент, по наследству он не передается. То есть по наследству будет передаваться все равно то самое мутантное состояние гена. Как исправить на этом этапе, то есть не дать возможности мутантным генам передаваться следующему поколению, это еще предстоит нам сделать, пока здесь ограниченное число у нас методов. Я просто здесь привел таблицу данные на 2017 год о том, сколько было проведено таких терапевтических генных операций. И здесь на этой схеме я обозначил количество в России. Как вы видите, всего лишь 10 генетических конструктов было создано и проведено в клинике. Лидером здесь является, безусловно, США, которая уже более полторы тысячи таких операций провела. Безусловно, вся подготовка генетического конструкта и потом реализация требует очень больших денег. И в большинстве своем те страны, которые могут себе позволить выделить деньги на данные операции, они, соответственно, и являются лидерами в этой области, а мы всего лишь пока 16-е. Но это тоже неплохо, потому что все-таки мы вообще не используем эти методы. И будем их развивать и дальше. Далее. Эдуард Викторович, а в Казанском университете этим занимаются? И с учетом того, что клиника сейчас появилась? Да. В принципе, у нас в Казанском университете есть лаборатория генная, инженерная лаборатория, которая даже есть несколько опубликованных работ, связанных с терапевтическим эффектом, но проделанных на собаках. То есть довести это до клиники, чтобы лечить людей, тут очень много бюрократических издержек, и, к сожалению, не всегда удается их пробить. Но исследования, да, у нас в университете ведутся, и если кого-то заинтересует, он затем может эти исследования проводить. Но то, что касается человека, как я уже сказал, есть много проблем, связанных с этичностью данных работ. Второе. Генетические конструкции должны быть полностью безопасны. Но, вы знаете, например, были случаи, когда вводили с помощью вирусов генетическую конструкцию, вирус был безвредный, но организм отреагировал на него амфилактическим шоком. То есть просто белки этого вируса оказались, вызвали аллергическую реакцию у человека, и он в итоге погиб. То есть есть и смертельные случаи для безвредных генетических, казалось бы, безвредных генетических конструктов. Вот из-за этого любые генноинженерные работы с человеком здесь очень и очень под строгим контролем. Но с животными немножко попроще. Более того, это настолько проще, что можно не просто, так скажем, лечить животных, наверное, даже ни у кого не возникнет мысль, проводить генную терапию животных, хотя на них как раз проводятся эти исследования, но создавать новые формы организмов, которые не были известны ранее. Единственное, здесь как раз сложность заключается в том, что эту ДНК нужно ввести в эмбрион, в эмбрион, который даст будущий организм. Собственно, почему с человеческим организмом это делать нельзя? То есть мы не можем работать с эмбрионами человеческими, на это есть запрет. А здесь мы можем вводить генетические стволовые клетки в эмбрион в виде нескольких клеток. Эти клетки затем во время развития организма встраиваются. Возникает химера. Химера – это организм, состоящий наполовину из своих собственных клеток и наполовину из клеток, которые мы туда ввели, с генетической конструкцией. Затем наша задача – получить от этого животного потомство. Вот эта химера, она белые-черные пятна, показывающие, что генная конструкция введена от черного животного, а свои клетки белые. И, соответственно, по цвету даже мы можем определить наличие чужеродных клеток. Далее. От этого животного получить потомство, но уже в чистом виде это будут генетически модифицированные организмы. Собственно, то, о чем сейчас так активно спорится, полезны или вредны, но они используются во многих областях, генетически модифицированные организмы. Здесь я приведу несколько примеров таких интересных. На самом деле этих конструкций значительно больше, но некоторые наиболее интересные. Например, белки паутины являются материалом очень крепким, из которого можно создавать канаты, броню, но получать это из пауков очень тяжело, небольшое количество. Поэтому данный ген был введен в козу. Коза производит молоко, а в этом молоке производится тот самый белок, который необходим для постройки этих защитных жилетов. Но, к сожалению, пока это еще только в разработке, потому что данный белок не всегда получается достаточно прочным, как это хотелось бы. Вопрос? Пожалуйста, как использовать это молоко, да, или нет? А что, если этот данный конструктор нам развалится, что станет самим геном ДНК? Нет, нет, она не разваливается. А, то есть это невозможно, честно? Нет, она не разваливается. То есть, когда мы перевели это уже в такое состояние, через эмбрион провели, там этот ген присутствует. Если этот ген вреден, то организм просто погибнет. А если он нормально функционирует, то тогда организм выживает. Эдуард Викторович, вот молоко произвела эта коза, да? Естественно, что молоко этих коз мы пить не будем. А если человек будет пить его? Нет, нет, нет. Это будут специализированные фермы, на которых это молоко идет в специальную обработку. То есть, никогда оно не выйдет в пищевую промышленность. Нет, а вообще, если пить, какие-то изменения происходят с организмом этого человека? То есть, мы предполагаем, что из этого будет что-то делаться. Единственное, этот белок может у вас, ну так скажем, вызвать дисфункцию пищеварения. Все, отлично. Идемте дальше. Ген яда скорпиона был введен сельскохозяйственным растением. Ну, в частности, вот здесь представлена капуста. Дело в том, что капусту всякие гусеницы поедают, и очень большое количество урожая гибнет. Эдуард Викторович, вы темы такие дали. Это месяц будет несколько школ Казани об этом разговаривать. Итак, следовательно, взять, ввести ген, который ядовит для насекомых, но безвреден для человека. Собственно, такой яд есть у определенного вида скорпионов. И, соответственно, дальше мы вводим этот ген. Капуста не поедается гусеницами, и дальше мы ее можем использовать в пищу. Потому что для нас этот белок не вреден. Еще один пример использования. Вы, наверное, знаете, что такое вакцинирование. Нам вводят поврежденные вирусы, вредные вирусы, которые могут вызвать у нас гибель. Вводят обезвреженные формы этих вирусов. Они вызывают у нас иммунный ответ. И далее, когда вредный вирус попадает к нам в организм, наш организм уже его видит и уничтожает. Так вот, можно поступить следующим образом. То есть не вкалывать эту вакцину, а ввести этот ген в растение, ген вируса. Естественно, этот ген будет безвреден. Он не вызывает появление вирусных частиц, и он не вызывает смерти организма. Но он как бы приводит в появление внутри организма белков, таких же, как у вируса. Далее. Этот ген вводится в клетки растений. И когда мы поедаем это растение, соответственно, мы потребляем этот белок. У нас развивается иммунный ответ. То есть вот так вот, как бы, совершенно безвредно мы можем приобретать вакцины для различных очень вредных инфекционных агентов. Ну и есть интересные конструкции, которые, ну так скажем, своеобразные. Например, японским ученым удалось создать синие розы. Ну, как видите, они не совсем синие. Дело в том, что белок из растений с синими цветами ввели в розу и таким образом получили вот такие необычные сорт роз. А этот ген, он называется ген флоресцирующего зеленого белка. Он присутствовал у медуз, вызывая свечение этих медуз. Так сейчас этот ген является важным маркером. Не только, вернее, здесь, наверное, в терапии его используют в качестве маркера. То есть этот ген вводится совместно с какой-то генетической конструкцией в нормальный организм. И далее мы освещаем и видим, ага, этот ген работает. То есть этот ген производит вот это зеленое свечение, значит, наша генетическая конструкция встроилась в клетки и там работает. То есть он является таким маркером данной конструкции. И здесь я просто, опять же, представил, где мы находимся в этой области. Конечно, наша страна тоже производит создание генетических конструкций, но только в научных целях. А вот такие страны, как Америка, Канада, Китай, Индия, частично Европа и Южная Америка являются лидерами по производству геномодифицированных организмов. Это геномодифицированные растения. На сегодняшний день, в общем-то, действительно, для того, чтобы покрыть все затраты на производство пищевых продуктов, к сожалению, недостаточно. Население земного шара растет, и здесь нужно как-то усилить производство зерна. И только генетически модифицированные конструкции позволяют это сделать более эффективно. Поэтому сейчас в нашей пище достаточно много могут встречаться геномодифицированные продукты, но в нашей стране и в других странах маркируется, то есть производится маркировка данных продуктов, указывается, что данный продукт содержит генетические продукции от генетически модифицированных организмов. То есть мы употребляем, мы импортируем эти продукты, нельзя сказать, что мы не используем их. Но, тем не менее, мы их маркируем, а дальше уже дело потребителя использовать эти генетически модифицированные продукты у себя или нет. Эдуард Викторович, а можно вопрос? А вы кушаете геномодифицированные продукты? Вы, вот когда приходите в магазин, на конкретном примере, вы такие продукты покупаете или нет? Вот сами, как вы считаете, что нужно делать? Ну, за себя скажу, да. Я сам, конечно, не смотрю. Потому что я исхожу из того, что данные генетически модифицированные организмы прошли уже определенную проверку. Для того, чтобы это запустить в пищевую промышленность, все должно проверяться многократно. И, соответственно, исследования по безопасности, они были когда-то проведены. Поэтому я исхожу из этого. Второй момент. Если к нам в организм попадает, ну, вот тут важное заблуждение, да, которое, миф, о том, что этот ген, который в нас был введен, он как бы передастся нам. Мы ежедневно, потребляя мясо, потребляя растения, в них огромное количество своей собственной ДНК. Если бы эта ДНК не разрушалась у нас в пищеварительном тракте, то, наверное, эти бы их гены к нам бы уже встроились, и мы бы зеленели, там, или у нас выросли рога. Но на самом деле есть очень жесткие барьеры для ДНК. Она разрушается и не попадает к нам в организм. Поэтому та же самая ДНК генномодифицированных организмов, она никогда к нам не попадет в наш ген. Второй очень маленький вопрос, тоже такой практический. Скажите, дороже должны стоить какие продукты? Экологически чистые, без генномодифицированных компонентов? Или те, для которых много требуется исследований, разработок, которые доходят до конкретного продукта? То есть, что дороже должно стоить? Вот наши страны и другие страны, они развиваются по какому пути? Чтобы создавать экологически чистые продукты или вот такие генномодифицированные продукты? Ну, дешевле, конечно, генномодифицированные. По той простой причине, что мы можем, допустим, с генномодифицированного организма получить урожай в два раза больше. Соответственно, если мы получаем в два раза больше, мы можем в два раза дешевле продать тот же самый продукт. Поэтому, конечно, очень активно используются генномодифицированные продукты как раз в дешевых товарах. А экологически чистые, не генномодифицированные, они дорогие, и не всякие себе может позволить порой купить эти продукты. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.